На улице Полтаска Татьяна Воронкова живет с детства. Говорит, на берегу Волги любят отдыхать как местные жители, так и приезжающие из других районов города самарцы. Раньше здесь был песок, а сейчас часть пляжа кто-то засыпал щебнем. Зимой водопользователь, который взял участок близи реки Волги в аренду, пригнал сюда старый корабль и начал распиливать его на металл. Местные жители такому соседству не рады. Мы никак не предполагали, что это выльется в такое безобразие, что по большой воде он его подтянет на берег, начнет резать. И вот эти вот гарь, ужасный запах, нефтяные пятна по Волге и весь вот этот вот мусор, который нас, конечно, вот как коренных жителей, да и просто как у неравнодушных людей, нас это просто не устраивает. Грустно смотреть вот на все на это и вздыхать по былым временам, когда здесь было все замечательно. Представители Росприроднадзора и ОНФ проводят инспекцию по соблюдению природоохранного законодательства на прибрежной и водоохранной зонах. Волга относится к первой категории рыбохозяйственного значения. Здесь нельзя размещать не то, что старые корабли, но и вести хозяйственную деятельность без специального разрешения. Например, пасти скот, размещать отходы, ядохимикаты и все, что может загрязнять прибрежную зону и реку. На береговой полосе и частично в воде находятся фрагменты корабля и элементы двигателя. По словам местных жителей, еще несколько дней назад здесь активно велись работы по распилу судна. Но сейчас они приостановлены. В ближайшее время экологи возьмут пробы воды на проверку. Будет завтра произведен забор воды, значит это вверх по течению и вниз соответственно. Три забора проб, я здесь вижу, будет произведено в один период и потом уже в последующий период также будет еще произведено. Человек, который арендует эту площадку, его заставят в конечном итоге убрать этот мусор, опасный объект и выпишут все необходимые штрафы. После экспертизы остатки судна классифицируют по степени опасности. Росприроднадзор планирует завести административное производство. Если виновное лицо будет установлено, то его привлекут к ответственности, обяжут очистить берег в течение месяца и заплатить штраф. Для физического лица 4000 рублей, для юридического от 100 тысяч и вплоть до приостановки деятельности в зависимости от причиненного ущерба экологии. Елена Малютина, Максим Гусев, События.